Продолжаем трансляцию. Обыдатель Кубка России 2017 Инна Тереглазова. Инна, поздравляю с дотяжением. Вы фаворит всегда на всех соревнованиях российских. На вас все настраиваются. Насколько тяжело фехтовать против соперников? Как сами настраиваются сами? На каждого соперника настраиваюсь серьезно, уверенно. Я понимаю, что на меня еще сильнее настраиваются, нежели, наверное, чем я. Потому что всем почетно выбрать выпуск, почему-то, почему-то мира. Это я просто по себе сижу. Я когда-то с такими спортсменами, у которых такие регалии, я стараюсь почетно их выиграть. Мне хочется больше выиграть, нежели, чем обычный спортсмен. Поэтому я уверена, что каждый должен по целому выиграть. И поэтому я это знала и старалась, чтобы у меня было большое преимущество. Но вот не всегда получается так, как я ценю. И поэтому концовка феномольная. К сожалению, не очень удачно сложилась. По крайней мере, так, как я об этом уже сказала. О концовке я тоже хотел спросить. Всегда очень уверенно проводите всю встречу, а в конце начинать два укола, самый ключевых, но не получается. Это немножко авантюризм. Без него не можете закончить поединок, хочется немножко интриги. Или просто какие-то вот ключи, чтобы власти. Ну, судя по последним соревнованиям, я так понимаю, это уже какая-то закономерность происходит. И уже с этим надо бороться и не допускать это. В чем причина, примерно, я знаю. Ну, когда раз промахнешься, два промахнешься, прыгаешь в разуме, потом, не знаю, что-то идет не так, уже появляется неуверенность. И эти два последних укола еще сложнее нести, нежели чем до этого можно было принести. И все. А если спортсмен не уверен в себе, то не уверен в своих действиях. Соответственно, то, что происходит, противник это чувствует, то он потихоньку начинает догонять. Мало того, что я ему даю шанс, этим самым, то, что мне может так, начинает в это верить. И, соответственно, эти крыши начаются, вращают разрывы. Ну, в целом, вопрос по сезону. Как чувствовать себя на дорожке? Довольны ли сами своим продаванием? Ну, сезон только начался. У нас несколько такой формиров прошли. Турнир сильнейших, и вот как мы красивы. Поэтому еще сложно судить о подготовке. Тем более, у нас чемпионат мира и чемпионат мира. Мы сейчас набираем подготовку и готовимся посредством уже к серьезным стартам. Это, знаете, старты все проходящие, на которых нужно успешно выступать, для того, чтобы завоевывать очки и победать сборную Россию. Потому что если готовится, конечно, к чемпионату мира и чемпионату Европы, то потихоньку начнется подготовка. И уже надеемся, что основная подготовка и основной биг формы придет на чемпионат мира и чемпионат мира. Прошу спасибо и сейчас поздравил свою работу. Спасибо. Инна, отдадите.